Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня предлагаю поговорить о том, как обеспечиваются закон и порядок на территории нашей области. Присоединяйтесь! Виктор Николаевич Морозов. Прокурор Гомельской области. Государственный советник юстиции третьего класса. Родился в 1960 году в Реческом районе. Окончил Черниговский юридический техникум и Харьковский юридический институт. Проходил срочную службу в группе советских войск в Германии. Работал юрисконсультом. На службу в органы прокуратуры пришел в 1986 году. Занимал должности старшего помощника Реческого межрайпрокурора. Начальника отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Гомельской области. Заместителя прокурора Гомельской области. С июня 2008 года по октябрь 2016 года возглавлял прокуратуру Гродненской области. В нынешней должности с октября 2016 года. Награжден медалями за трудовые заслуги и за безупречную службу трех степеней. А также нагрудным знаком почетный работник прокуратуры Республики Беларусь. На вопросы, которые касаются деятельности прокуратуры Гомельской области, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 0232 340 043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Рада вас видеть у нас в гостях. Добрый вечер. Прежде чем мы перейдем к нашему диалогу и ответам на вопросы телезрителей, давайте посмотрим короткий анонс событий наступившей недели. Атмосфера праздника и накал спортивной борьбы. Следить за событиями вторых европейских игр можно в фан-зоне у Ледового дворца в Гомеле. В день закрытия мультиспортивного форума 30 июня здесь состоится яркое шоу с участием популярных творческих коллективов. Межрайонный кардиологический центр открылся 24 июня на базе Мозорской центральной городской больницы. Получать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь и консультации специалистов тут смогут около 300 тысяч жителей региона. А во вторник 25 июня в Мозоре по улице Пролетарской планируется открытие после проведенного ремонта отделения Беларусьбанка. Напомним, что с просьбой о возобновлении его работы обратились жители Мозоря во время большого разговора с президентом. В начале этой недели по территории Гомельской области пройдет международный автопробег, посвященный 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и победы советского народа в Великой Отечественной войне. Старт будет дан в первом освобожденном населенном пункте Беларуси – городской поселок Камарин. Далее участники автопробега посетят Лоев и Гомель. 26 июня у обелиска воинам-освободителям в Жлобине состоится митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. 26 июня свой профессиональный праздник отметят работники прокуратуры. Кроме того, это также и день образования белорусской адвокатуры. На этой неделе жители региона смогут высказаться о дорожной безопасности. В среду, 26 июня, будет организована прямая линия с руководством госавтоинспекции. С 12 до 13.00 на вопросы ответит начальник областного управления ГАИ Андрей Гаркуша. Номер для связи в Гомеле 68-3153. В воскресенье 30 июня в Рогачевском районе откроется международный лагерь «Крыничка». Его участниками станут более 250 школьников из Беларуси, регионов Российской Федерации и Украины. 30 июня – День молодежи. В Гомельской области состоятся торжественные мероприятия, концерты, спортивные состязания, конкурсы, игровые программы. В Гомеле развлекательная программа стартует в 10 утра на площадке у Ледового дворца. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отдельно хочу отметить наших ветеранов, которые сегодня продолжают участвовать в общественной жизни нашего общества. И мы используем их богатый опыт. Хочу пожелать всем нашим сотрудникам и ветеранам здоровья, благополучия в семьях и успехов в нашей нелегкой работе. Спасибо за такие теплые слова. Прокуратура – это орган, который ведет надзор за исполнением законодательства. Виктор Николаевич, в вашей очень богатой практике когда-то были случаи, когда ваши личные представления о справедливости расходились с требованием закона? Если вы обратили внимание, главой государства в последнее время акцентируется внимание не только на законности принимаемых решений, судебных и не только судебных, но и эти решения должны быть справедливыми. И когда в обществе назревают какие-то процессы, то законодатель вносит коррективы в свое законотворчество. И последний тому пример. Вы помните, как еще несколько лет назад у нас была аховая ситуация с потреблением наркотиков. И мы с вами видели и слышали и давали правовую оценку тем вопиющим фактам, когда погибали молодые люди от наркотиков. И я хочу сказать, что прошло 5 лет, мы видим, ситуация поменялась. И те жесткие меры, которые особенно для сбытчиков наркотиков, сегодня это от 8 лет лишения свободы, порой неоправданно суровые. Но образно выражаясь, если молодой человек дал покурить другому человеку марихуану, это уже сбыт наркотика. Это 8 лет, не менее 8 лет. И сравните, такой же срок дается тому, кто делает закладки, тому, кто распространяет наркотики через интернет и имеет на этом баснословные деньги. И тоже от 8 лет. Я считаю, это несправедливо и правильно сегодня наш парламент к этому вопросу повернулся. В первом чтении рассмотрен законопроект, по которому снижается низшая планка санкции статей, предусмотренной санкцией статей 328. Поэтому я считаю, дифференцированно нужно подходить к конкретно содеянному и сбыту рознь. Я привел пример. А есть место сочувствию, переживаниям по поводу решения, которое может быть непростым? И для человека, который понимает, что, наверное, это требование слишком жесткое закона. Может быть, оно несправедливое, но вариантов нет. Это решение нужно принимать. Либо же специфика работы такова, что об этом не задумываешься в процессе. Ну, я хочу сказать, что больше всего сочувствие вызывает потерпевший. Да. Который теряет здоровье в результате преступных действий, который теряет имущество и так далее. Единственное, мне жаль матерей, которые переступают порог моего кабинета, которые не успели перешагнуть порог, говорят, мой сын не виноват. Еще ни одна мать, переступив порог кабинета прокурора, не сказала, мой сын виноват. Их по-матерински понять можно и должно. Но приговоры судов, которые за плечами их сыновей и дочерей, ну, все-таки суровая правда, суровая действительность. И приходится людям объяснять, что ваши дети взрослые, они самостоятельно должны нести ответственность, вы не процессуальное лицо. Но в то же время, я считаю, задачу прокурора в такой ситуации необходимо внимательно выслушать человека, где-то успокоить, разъяснить закон, ну, чтобы человек почувствовал к себе внимание. А вы помните ощущение сочувствия осужденному человеку? Моей практики такого нет. Иначе я бы прокурором не работал. Я бы перешел в адвокат. Да, наверное. Помимо того, что работник прокуратуры должен быть, конечно, честным, порядочным, справедливым человеком, он должен быть еще и очень образованным, очень эрудированным. Специфика работы такова, что она многогранная. И нужно очень хорошо знать и экономическую терминологию, и законы в этой отрасли, и во многих других. Молодому юристу, человеку, который только с университетской скамьи, реально сразу влиться в профессию и заняться делом? Либо должно пройти время и нужно еще учиться? Я принадлежу к поколению прокурорских работников, которые еще принимали присягу к генеральному прокурору СССР. И мы тогда шли в профессию довольно в таком зрелом возрасте. Я пришел в прокуратуру, мне было 26 лет. Я уже закончил учебное заведение, уже отслужил в армии, я уже работал и так далее. Я осознанно пришел в профессию. И вот уже 33 года я верой и правдой служу закону. К сожалению, сегодняшнее молодое поколение, тем более перейдя на четырехгодичный цикл обучения, они приходят к нам 21 год. И, конечно, мы не в Советском Союзе, в Магадан и в Хабаровск не надо ехать по распределению, вот, а в масштабах области, поэтому, ну, все равно, молодой человек должен быть самостоятельным принять не только своих профессиональных решений, но и в жизни, оторвавшись от мамы, от папы. Поэтому нашим прокурорам на местах приходится быть и наставниками, и воспитателями, и для того, чтобы молодым людям, которые к нам пришли на работу, вот, подставить плечо. И с годами приходит понимание профессии, приходит иногда же не только по закону, но и по справедливости нужно поступать. А вообще я говорю, что в вузах не учат одному предмету, называется человековедение. Человековедение мы постигаем с годами, в профессии своей, ну и уже в таком достаточно зрелом возрасте мы считаем, что мы уже состоявшийся профессионал. То есть берете шефство над молодежью, учите, а какие советы даете, к чему надо быть готовым человеку, который хотел бы работать? Терпение, терпение. Сегодня наши люди довольно эрудированные, они читают законы, но по-своему их интерпретируют. Иногда с пеной у рта доказывают, и очень важно в таких ситуациях молодым людям, когда идет прием, самообладание сохранить, сохранить терпение проявить, ну и правильно поступить как юрист. Вот в этом смысле, наверное, было легче, пока не было интернета, да? Ну, что я хочу сказать, это данность, сегодня интернет, сегодня очень быстро до населения доходит та информация, в том числе по правоохранительному блоку, о всех происшествиях и так далее. Поэтому и мы сегодня должны оперативнее работать и давать правовую оценку тому, что у нас случается в области. О вопросах доверия. Давайте поговорим далее. Мы спросили у гомельчан, насколько они доверяют людям в форме, представителям различных правоохранительных структур. Давайте услышим их мнение. Я непосредственно сотрудничаю с правоохранительными органами, поэтому полностью поддерживаю всю их работу и считаю, что надлежащим образом выполняются функции. Как-то никогда не имел дела с органами, но и на прокуратуру у нас, как главенствующая, наблюдающая и регулирующая все. Может быть, в суду, в прокуратуре. Почему им? Давайте, может, у кого-нибудь другого спросите. Я больше доверяю Следственному комитету Гомельской области. Я сталкивался непосредственно с работниками Следственного комитета Гомеля. У меня осталось впечатление о том, что там работают компетентные люди и объективные. Следственному комитету доверяю, прокуратуре доверяю. Как не доверять кому-то? Одному не доверять, если он все нормально работает. Всем доверяю. Больше доверяю суду, потому что я там сейчас прохожу практику. Прокуратуре тоже доверяю. Я там уже прошел практику. Больше адвокатам. Почему? Ну, потому что они доводят больше дела до конца, чем, например, даже те же участковые. Я так знаю, были случаи. Участковые не доводили. Они так, как говорится, чулы звинда не знают, где вин. Так получалось. А с адвокатами, как говорится, можно разговаривать. Вообще доверяю всем белорусским органам, потому что как бы стоят на страже порядка. Часто, вот и все время видно, что патрулируют, милиция патрулирует наши улицы. И тихо все, как бы спокойно. Доверяю всем. Это правоохранительные органы. Они должны нас охранять. Поэтому, как бы, нет сомнений у них. Вы смотрите «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Прокурор Гомельской области Виктор Морозов сегодня у нас в гостях. 340-043 номер у нас в студии. Присоединяйтесь. Мы будем очень рады, если вы сегодня доверите нам ваши вопросы, вашу жизненную ситуацию. С Виктором Николаевичем мы попробуем в ней разобраться. Виктор Николаевич, Насколько для вас важен уровень доверия прокуратуре? Об уровне доверия можно судить по количеству обращений, которые ежегодно поступают в прокуратуру. Их становится больше или меньше со временем? В прошлом году 10,5 тысяч обращений к нам поступило, что на 300 обращений больше, чем в предыдущем году. Из года в год количество этих обращений увеличивается. Чаще всего люди обращаются по поводу законности и привлечения к административной ответственности. Я считаю, что органы сегодня, которые ведут административный процесс, чересчур сегодня все-таки такую карательную практику проводят и за небольшие правонарушения определяют штрафы и так далее. Но это мое, может быть, мнение как прокурора, потому что количество жалоб на решения органов ГАИ, административных комиссий и так далее сегодня неуклонно растет. Поэтому мы эти жалобы проверяем. порядка 20% сегодня этих жалоб удовлетворяется. Мы реагируем, мы протестовываем, мы защищаем права тех граждан, которых интересы нарушены. К нам обращается по целому спектру социальных прав. Это трудовое законодательство, жилищное законодательство. Ну и, конечно же, к нам обращаются граждане по поводу законности и решений, принимаемых органами уголовного преследования. Понятное дело, это более серьезные дела, и там, по сути дела, судьба людей решается. Поэтому кредит доверия достаточно высок органам прокуратуры, и мы стараемся это доверие оправдать, свои работы. Виктор Николаевич, как раз вот по этой теме у нас есть вопрос от нашего телезрителя. Скажите, пожалуйста, могу ли я и где обжаловать решение комиссии администрации и УОТ в надзорном порядке? Прошу вас помочь разобраться. Вот это учреждение открытого типа. В советское время это называли спецкомендатурой. Это когда гражданин, значит, приговорен к мере наказания, не связанной с лишением свободы, но под контролем органов, ведающих исполнение приговора. Поэтому, если сегодня речь идет о досрочном освобождении, замене наказания и так далее, если администрация, учреждение отказывает осужденному в его просьбе, у него всегда есть возможность обратиться к прокурору с соответствующей жалобой, и мы проверим эту жалобу и проверим законность решения того или иного органа. То есть в произвольном порядке просто человек пишет те факты, которые считает нужным. Да. Если гражданин жалуется на законность решения по уголовному, гражданскому, административному делу, то есть специальная форма, утвержденная подача надзорной жалобы, есть сроки подачи и необходимость уплаты государственной пошлины. То есть здесь этого делать не нужно. Произвольная форма. Спасибо большое. Есть еще вопрос, как можно пересмотреть решение суда, что для этого нужно? Ну, можно ли пересмотреть решение суда? У нас и по гражданским делам, и по уголовным делам существует сегодня апелляционная инстанция, где после постановки приговора либо решения по гражданскому делу куда можно обратиться. Потом, если в жалобе будет отказано обращающимся, то есть надзорный порядок обжалования. Сегодня наступившее в законную силу решение судов области в порядке надзора имеет право принимать надзорные жалобы прокурор области и председателя областного суда. Вот такой порядок. Ну, а дальше Верховный суд и Генеральный прокурор. Спасибо большое. Далее хотел бы продолжить наш разговор, поговорить о такой задаче, как упреждение, недопущение, совершение правонарушений и преступлений. Какую вы видите роль прокуратуры в профилактике преступности? Я хочу сказать, что у нас довольно малочисленный состав, но задачи стоят огромные. У нас в прокуратурах Брагинского, Наравлянского района работает по три человека. Прокурор, заместитель и помощник прокурора. Поэтому, я еще раз говорю, но задачи стоят огромные. И главная наша задача, я считаю, кроме надзорной функции, это координация работы всего правоохранительного блока того региона, где работает прокурор. Ну, хотя бы можно вспомнить ситуацию в Юровичах, Калинковичского района, когда лица ранее судимые обудоражили этот населенный пункт, было совершено убийство, покушение на убийство другого лица, жителя этой деревни, ряд других преступлений было совершено. И, конечно, люди справедливые нарекания высказывали в адрес не только правоохранительных органов, но и местной вертикали. Поэтому я в экстренном порядке собрал областное координационное совещание правоохранительных органов, которые я возглавляю. Мы выехали в Калинкович и буквально разобрали ситуацию в лицах, выступили с отчетом и председатель сельского совета, и участковый инспектор, и те должностные лица, которые в районе сегодня работают, которые призваны охранять общественный порядок, были приняты организационные меры со стороны начальника управления внутренних дел по линии советских органов. Поэтому, я думаю, мы успокоили общественное мнение в результате принятых мер. И сегодня я могу сказать, что уголовное дело по обвинению тех лиц, которые в Юровичах совершили преступление, расследование закончено, и уголовное дело прокурором направлено в областной суд, где оно сейчас и находится. Пока еще не назначено к рассмотрению. Но в ближайшее время будет назначено. Вы думаете, недоработка первичного звена профилактики? Да? Просто людей, которые должны знать, что происходит в домах. Кто куда, кому, зачем. Когда собираются большие начальники в областном центре и говорят об этих проблемах, это одно. Но когда мы едем в регион, в этом году мы были в Рогачеве, и когда мы поднимали старост деревень, когда мы поднимали участковых инспекторов, председателя сельских советов, и говорим, ну почему вы не видите семейного неблагополучия? Почему сегодня электричество отключается в домах, которые не платят электроэнергию владельцы, но там есть несовершеннолетние дети? Есть решение облсполкома, согласно которому подобное отключение электроэнергии только с согласия комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома и так далее. То есть когда мы вот именно непосредственно с исполнителей спрашиваем, да, и потом рождается наше решение, то это имеет эффект. А прокурорская проверка это такая тяжелая артиллерия, которая уже редко, но метко, да, происходит. Все ли сферы экономической и общественной жизни вправе охватывать прокурорской проверкой прокурорские работники? Ну, наверное, прозаичнее у нас в этом плане работа, чем показана в российском сериале прокурорская проверка. Вот, но хочу сказать, что это одно из направлений общего надзора, общий надзор одно из направлений нашей главной работы и хотя бы взять вот накануне 9 мая я озадачил всех прокуроров, чтобы места захоронений воинских памятников были проверены, в каком состоянии они находятся. Вот, мы внесли предписание в местные органы власти и к 9 мая, ну, последняя дата это 3 июля, к Дню Независимости, я надеюсь, по области все будет приведено в порядок. Более того, мы сами, засучив рукава, выехали на места захоронений и приводили в порядок и памятники, и ограды, и прилегающую территорию. И я вот к Дню прокуратуры пять наиболее отличившихся районов Калинковичи, Корма и другие районы, город Гомель в этом списке. Мы наградим, вот, учредили знак к этой дате 75-летия освобождения нашей республики и отличившиеся будут награждены. Я согласна, это тоже показатель развития общества. то, в каком состоянии. Поэтому иногда проверка у нас заканчивается и положительным результатом. Награждением, а не порицанием. И когда мы подводили итоги вот наших проверок, накануне 9 мая была проведена научно-практическая конференция, посвященная этим вопросам, и мы говорим, что заместитель председателя Хойницкого райисполкома обеспечивает порученное ее участок. В Хойницком районе, как и в другом районе, особенно повышенное внимание этому уделяется. И даже могилы одиноко захороненных граждан, которые погибли во время Великой Отечественной войны, и те привели в порядок. Приятно гордиться своими соотечественниками. Подробнее о результатах проведенных прокурорских проверок. Я надеюсь, что мы поговорим чуть позже, а сейчас давайте посмотрим сюжет. Оставайтесь с нами. Олег Половинко. Человек, известный не только в правоохранительных структурах. Его личные вещи, включая генеральский китель, сегодня можно увидеть даже в областном музее военной славы. Заслуженный юрист БССР Олег Половинко в органы прокуратуры пришел еще в 1972 году. С 2000 по 2009 был руководителем областного подразделения. Говорит, что помнит обо всех делах, которыми приходилось заниматься. Иногда вспоминаю свои первые дела, когда я еще был стажером прокуратуры Центрального района. вспоминаю дела обкома профсоюза пищевиков, когда путевки продавались налево и направо. Вот. И все это делала главный бухгалтер. Даже мне пришлось пришлось в командировки ездить. Притом даже, по-моему, в Сочи. Ну, это дело. Дело по мебели, по мебели, взятки, значит, мебель, ковры, там три должностных лица горпромторга проходили. Потом приписки, ПМК-3, как сейчас помню. В общем, вспоминаю иногда, вот так, на досуге дела прошлых лет. Сегодня уже не застойные 80-е или лихие 90-е. Современная молодежь о тех годах знает в лучшем случае из рассказов родителей. Впрочем, и о нынешней криминогенной ситуации часто судят по рассказам знакомых и публикациях в СМИ. В рамках этого сюжета оставим за скобками факты коррупции, убийств и распространения наркотиков. Значительная часть рабочего времени правоохранителей посвящена раскрытию краж. В основном это хищение на дачах. То есть по весне люди возвращаются на дачи после зимнего периода и обнаруживают, что пропало то либо иное имущество. Поэтому в данный период времени, то есть весенний период, он и дает такой рост. Но здесь я могу сказать одно, что естественно профилактика преступления, но здесь еще и беспечность самих же граждан. То есть к своему имуществу именно к сохранности имущества некоторые относятся беспечно. В основном хищения совершаются лицами, не имеющими постоянного места жительства. То есть в народе, как называют, это бомжи. Впрочем, с так называемыми бомжами в прокуратуре предпочитают не только бороться. Наиболее эффективная мера предупреждения преступности среди этой категории – профилактика. Этого человека выявили во время проводимого мониторинга по регистрации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Не имея паспорта, почти полгода он пытался скрываться от людей в лесу, недалеко от Гомеля. Итогом встречи с правоохранителями для него стала реальная помощь. Эти кадры вы наверняка видите впервые. Теперь уже бывший бомж показывает, как пройти к месту своего проживания и демонстрирует условия, в которых жил несколько совсем непростых месяцев. Мужчина не имеет постоянного места жительства, не имеет паспорта, соответственно трудоустроиться он никуда не может, не имеет материального достатка. Проживал он на тот момент на улице, ему была оказана помощь, он заселен был в общежитии, также оказана помощь в получении паспорта, гуманитарная юридическая помощь, соответственно для того, чтобы человек мог нормально существовать в социуме. В здании прокуратуры Гомельской области есть стенд с именами всех ее руководителей послевоенного периода. Заслуженный юрист БССР, прокурор Гомельской области Олег Половинко в этом списке седьмой. Есть его имя и в книге почета. Под одной обложкой собраны биографии ветеранов, участников боевых действий и тружеников тыла. Эти люди, будучи в различных прокурорских должностях, немало сделали для наведения порядка. Еще через несколько минут Олег Половинко встречается с нынешними сотрудниками, хотя исключительной эту встречу назвать нельзя. Олег Половинко приходит сюда часто. Сегодня он, хотя и в отставке, однако к работе прокуратуры имеет самое непосредственное отношение, являясь председателем ветеранской организации. Проходит десятилетие, изменяется криминогенная ситуация, однако остается главное преданность своей профессии. С удовольствием вспоминаю, когда я пришел в прокуратуру, вспоминаю всех ветеранов, которые были, к сожалению, которых уже нет, которые меня учили. Потом уже я стал кого-то учить, и я считаю, что и нынешний прокурор области что-то от меня взял. Поэтому то, что прошел вот эти 37 лет прокуратуры, для меня это не бальзам на душу, но, по крайней мере, я с удовольствием вспоминаю все эти годы. Вы смотрите диалог у нас в гостях Виктор Николаевич Морозов, прокурор Гомельской области и в студии прямого эфира. Мы принимаем телефон и звонок от нашего зрителя. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Вы уже в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Николай Павлович. Я 1939 года хотел установить статус малолетнего поздника и подал в отдел железнодорожного района подлинник матери своей, который находится в музее военной славы. И там две немецкие печати с указанием номера в концлагере нашего. После освобождения я попал в Березки в спецдетдом в 1944 году и пробыл там до 1953 года. Так вот, сперва отдел соцзащитов сказал, что печати не могут перевести немецкие на русские, а в детдоме я не был, потому что они взяли справку 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 на той земле, где был спецдетдом этого здания нету, там есть интернат для слабоумных общих детишек с болезнями. спасибо за звонок Николай Павлович. Я благодарю вас, что вы нам позвонили, мы обязательно с Виктором Николаевичем в вашей ситуации разберемся, созвонимся с вами, оставьте номер телефона нашему редактору, ждите звоночек, я уверена, что тщательным образом все обстоятельства проверили. Спасибо. В прошлые годы, лет 10-15 назад у нас было много обращений в суды по поводу установления статуса узника Азарицкого концлагеря, суд Калинковицка, Мозорского и других районов. Поэтому, если органы социального обеспечения сегодня отказывают присвоение такого статуса, то есть возможность обратиться в суд и установить данный факт. Виктор Николаевич, помогите, пожалуйста, нашему телезрителю. В любом случае, по крайней мере, нужно все возможные здесь обстоятельства выяснить. Потому что человек уже в таком возрасте, конечно, ему это самому сделать тяжело. А я бы хотела обсудить тему, которая была поднята в нашем сюжете. Вообще, как вы думаете, тюрьма исправляет? В мои обязанности входят посещение закрытых учреждений. То есть я встречаюсь сегодня с осужденными, провожу их прием в местах, где они отбывают наказание. И каждый из них, когда приходят ко мне, ну, в грудь себя стучат и говорят на свободу, с чистой совесть. Вот я вернусь, у меня там ждет жена, там сестра. И наверняка они так и думают. и я больше никогда не приступлю к черту закона, не совершил преступления и так далее, и так далее. Сегодня в местах решения свободы для молодой части осужденных и профтехучилища есть, они там приобретают профессию. То есть сегодня система исправительная, она готовит людей к выходу на свободу, чтобы он, выйдя на свободу, имел не только профессию, но и мы сегодня столкнулись с тем, что впереди амнисия, условно-досрочное освобождение и так далее, другие виды. 40% сегодня осужденных, находящихся сегодня в местах лишения свободы, не имеют паспортов. А для того, чтобы паспорт получить, надо заплатить определенный сбор. А где взять эти деньги, если человек только пришел с места лишения свободы? Поэтому Генеральная прокуратура сегодня перед МВД поставила задачу изыскать возможность, в том числе финансовые средства, естественно, за счет осужденных, чтобы они еще перед выходом с колонии уже получили паспорт и, выйдя на свободу, они чувствовали себя полноценными гражданами. Естественно, сегодня и программа трудоустройства граждан, утверждена на последней сессии областного совета, она тоже предусматривает трудоустройство этой категории лиц. Для них бронируются рабочие места на предприятиях, для них определяются квоты определенные, поэтому сегодня и служба занятости, и служба участковых инспекторов, уголовно-исполнительная инспекция и другие органы сегодня, ну, образно выражаясь, как только они вышли с места лишения свободы, их берут за руку и ведут службу занятости, трудоустраивают, помогают устроиться жильем, получить паспорт, я уже сказал, то есть предоставляет все шансы для того, чтобы они, ну, были полноценными членами нашего общества, но, к сожалению, сегодня порядка 38% преступления совершают ранее судимы. В абсолютных цифрах за пять месяцев это полторы тысячи преступлений. Ну, профессионалы сегодня говорят, может быть, и хорошо, что не новые лица вовлекаются, а одни и те же совершают преступления. Рецидивисты, да. Но, тем не менее, у каждого из них шанс есть. Есть примеры, когда и по нескольку раз отбывания наказания все-таки они возвращались к жизни, к нормальной, возвращались в семьи и благодаря помощи родственников и тех органов, которые признаны им помогать сегодня, не переступают черту закону. Виктор Николаевич, есть вопросы от нашего телезрителя. Муж осужден по 424 статье, если я правильно понимаю. Ну, это должностное преступление. Не должностное лицо, нет ущерба. Конфисковали дом, это было единственное жилье. Решение вступило в силу, но сначала признали за мной одну-вторую, но прокуратура вынесла протест. Значит, это так называемая категория освобождения имущества из описти. В ходе следствия описывается имущество, которое подлежит конфискации, поскольку коррупционное преступление в качестве дополнительного наказания предусматривает конфискация имущества. Но второй супруг, ведь половина нажитого в брак имущества принадлежит им, но, к сожалению, при рассмотрении таких дел в судах иногда допускается, ну, нарушается этот паритет 50 на 50. Поэтому в этих ситуациях прокуратура вмешивается, отстаивая государственный интерес. И я лично эту категорию дел держу на контроле тем, чтобы вот преступно нажитое имущество, то имущество, которое подлежит конфискации, оно все-таки шло в доход государства. Но то мы и государственный надзорный орган. А протестовать решение есть еще возможность или уже вступило в силу, значит, я сказал о том, что есть апелляционный порядок, вот, есть надзорный порядок, поэтому если сегодня это решение об исключении имущества и которое не удовлетворяет нашего телезрителя, значит, вступило в законную силу, то прокурор области, председатель областного суда имеет право принять от вас надзорную жалобу. Спасибо. Совсем уже немного времени у нас остается, но хотел бы, наверное, очень масштабный вопрос задать. Недавно была проведена прокурорская проверка ВПК и вывод по ее результатам сформулирован очень жестко, на мой взгляд, что в сельском хозяйстве за годы сложилось ощущение безответственности и безнаказанности, зафиксированы хищения, взяточничество, превышение полномочий и злоупотребление ими. Насколько масштабной была эта проверка и действительно ли ситуация такая плачевная? Ну, это не только мнение прокуратуры, прежде всего это оперативных служб, органы МВД, КГБ сегодня занимаются выявлением коррупционеров и прослеживается такая тенденция. И мы ряд уголовных дел, связанных с приобретением хозяйствами, сельскохозяйственными предприятиями тех же ветпрепаратов, дезинфицирующих средств, запчастей для сельскохозяйственной техники, мы видим системные провалы, когда какая-то минская фирма объезжает нашу область и за взятки да, вот, отдает иногда даже негодные запчасти, а те руководители, которые получили взятки, потом приобретают эти запчасти, эти ветпрепараты, вот, и эти руководители потом садятся на скамью подсудимых, но генеральная прокуратура сегодня поднимает вопрос об ответственности этих фирм, да, эти должностные лица, которые вручили взятку, если они заявили органам, они освобождаются, взяткодатели, освобождаются от уголовной ответственности, но существует мировая практика, те фирмы, которые себя скомпрометировали на подобных вещах, несут уголовную ответственность, огромные штрафы, плод до закрытия этих хозяйствующих субъектов, вот мы сегодня, генеральная прокуратура в частности, мы поддерживаем эту инициативу, что нужно вот еще и с такими подходами, если мы хотим искоренить преступность, мы должны подходить. Спасибо огромное, к сожалению, время наше заканчивается, Виктор Николаевич, я буду очень вас ждать в ближайшее время, чтобы мы с вами смогли рассмотреть те вопросы, которые были запланированы, но пока не прозвучали. Буду очень рада вас видеть снова, еще раз с профессиональным праздником. Спасибо. Спасибо за дело. Для телезрителей хочу сказать, что органы прокуратуры всегда открыты для обращения, всегда у нас в районной, областной, городской прокуратуре всегда дежурят дежурные прокуроры, по всем вопросам можно обратиться, получить консультации, мы принимаем от вас жалобы, разрешаем их в соответствии с законом, поэтому спасибо за внимание. Да, и прокуратура от слова заботится все-таки происходит, поэтому бояться не нужно, нужно приходить отстаивать свои права, но в первую очередь слушать требования закона и их жестко соблюдать. Спасибо огромное. Незнание закона не освобождает от ответственности. Совершенно верно. Прокурор Бомельской области, государственный советник юстиции третьего класса Виктор Морозов был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok